Всем привет, друзья! Наверное, вы, как и я, уже начали играть в Pokemon Go, и поэтому я хочу вам показать, как сделать, чтобы вы могли увидеть на карте всех покемонов, которые находятся рядом с вами. Конечно, это небольшое жульничество, но с учетом того, что игра не дает нам возможности нормально искать и пользоваться вот этой функцией, рядом которой покемоны находятся, видеть их, поэтому приходится прибегать к помощи сторонних программ. Итак, мы видим вот на карте, мы видим всех покемонов, можно на них нажать и увидеть его имя, сколько времени он еще будет существовать на том месте и когда он появился. То есть мы можем примерно рассчитать, сможем мы до него дойти или нет. А теперь... Вот, кстати, редкий покемон. Я до него не успею уже дойти. Вот мы видим мое местоположение, и в определенном радиусе видны все покемоны. Теперь давайте я вам покажу, как все-таки включить эту программу, и чтобы она работала, чтобы у вас такое же получилось. Для этого вам нужно скачать архив Pokemon Go Map Master. Он будет в описании. Распаковать его в папку. И вот файлы, которые все выполняют нашу задачу, наш скрипт. Тут есть файлы, которые написаны на языке Python. Они у меня уже ассоциировались с ним. Для этого вам нужно установить сам Python по ссылке python.org. Для этого будет ссылка тоже в описании. Вы скачиваете версию для Windows, установщик. И все, вам, в принципе, ничего не надо. Поэтому у вас появится папка Python 27. И значит, что у вас все установилось. И у вас должны появиться вот эти значки Python. Теперь вы заходите в папку Easy Setup и запускаете setup.bat. У вас должна произойти загрузка файлов. У меня они уже есть. После этого вы включаете файл get.pip и у вас тоже будет какая-то настройка. У меня уже она прошла. В принципе, все предварительные настройки мы уже провели. А теперь нам нужно скопировать адрес этой папки. Она находится вот по такому адресу. Мы его копируем, чтобы потом вставить в командную строку. Сейчас я закрою все свои командные строки и открою новую. Итак, пишем cd, английское cd, cd, если быть правильным. И вставляем наш адрес правой кнопкой или ctrl-v. Нажимаем Enter. И получается, наша строка уже орудует в нашей папке Pokemon Go Map Master. Теперь вам нужно вписать в командную строку код. Сейчас я объясню, какие части он состоит, с каких частей. Первое слово Python назначает, что мы используем язык в программе потом. Потом мы используем файл example.py, написанный на этом языке. И пошли уже по коду самому. A означает aus, авторизация. Через какую сеть авторизации у нас будет проходить логин. Мы выбираем либо Pokemon Club, вот этот PTC. Либо мы можем использовать Google. Вообще нам нужно использовать любой аккаунт Pokemon Go. В данном случае у нас два варианта. Если мы хотим использовать Google аккаунт, пишем просто слово Google. Вот так. You, my username. Пишите здесь ваш email, указанный при регистрации. Пасворд, понятно, пароль. Теперь буква L. Тут мы указываем наши координаты в кавычках. Так же, как они бы выглядели в поисковой строке Google или Google карт. Для этого просто заходим в Google карты, находим наше местоположение, нажимаем на него и там будут ваши координаты или названия вашей улицы. То есть в моем случае я ввел Иерусалим и название моей улицы через запятую. И в принципе все правильно сработало. Следующее это ST. Это радиус от этой точки, которую мы указали в предыдущем месте, в котором будет искать покемонов. Я советую использовать пятерку. Это примерно тот радиус, на который вы сможете пешком пройти и найти всех покемонов. Если вы установите больше, например, 8 или 10, то вы увидите покемонов, которые дальше от вас. Но, во-первых, программа будет дольше их искать, естественно, потому что зависимость квадратичная. Если вы убираете 5, то у нас 25 точек, в которых будет искаться покемон. Если вы напишите 10, то у вас уже 100 точек. Соответственно, все будет намного дольше. Я советую убирать от 5 до 8, чтобы пешком успеть до всех покемонов. Ну и чтобы видеть редких. Если у вас есть велосипед или другое транспортное средство, или вы просто готовы бежать за покемоном редким, как некоторые готовы, я, например, не сильно. И пишите больше 10, без проблем. Дальше копируйте весь этот код, который вы записали, да, изменили. То есть он будет в описании к видео. Также вы можете написать и, и вписать имена покемонов, которые вы не хотите видеть на карте. То есть они будут исключения. И, исключения. Why? Дальше копируйте весь этот код, который у вас есть. Я буду использовать свой, естественно. Уже написал его. И вы должны будете вставить его в командную строку. Вот мой код, я его копирую. И вставляю. Не скопировался что-то. Вот. Нажимаем Enter. И пошло. Он сначала авторизуется в аккаунте. И сразу же начинает загрузку покемонов к вам на карту. Круто. Но где же их увидеть теперь? Ну, для этого вам нужно зайти в браузер. И написать в адресной строке localhost, двоеточие, пять тысяч. Адрес также будет в описании к видео. И вы видите, что первые покемоны уже появились на карте. И я могу посмотреть, куда мне лучше сейчас пойти, в какую точку, где мне какого покемонов поймать. Сегодня я уже поймал штук пять редких покемонов. Ну, редких относительно, да, я только начал играть. Для меня редких покемонов я уже поймал. Там боксера одного. Лошадь огненную. Честно говоря, не запомнил еще их всех названия. Очень интересно. А теперь, чтобы сделать автоматический режим, скачайте дополнение для браузера, называющееся Easy After Refresh. Оно просто обновляет вам страницу, чтобы у вас постоянно были новые данные. И установите, например, на 30 секунд, как я это сделал. Ссылка тоже будет в описании. Итак, теперь у нас есть обновляющаяся карта с покемонами. Шикарно. Пойдем дальше. Вам нужна программа Screen Master версии 2 и 8. Даже самую обычную бесплатную версию я установил. Что она делает? Она сохраняет наши скриншоты экрана раз в 30 секунд. Я, например, выбрал. Вы можете выбрать любое другое время. И сохраняет их в папку с облаком. Облако любое можете использовать. Я использовал облако Mail.ru. Создал там папку покемоны, и оно туда сохраняет скриншоты. Советую выбрать вам в названии скриншотов вот это вот. Добавление текущего времени к файлу. Имени файла. Тогда у вас всегда будет отображаться все эти картинки. Хотя немножко больше их будет загружаться, но я советую так сделать. Советую использовать захват области полный экран. Тогда у вас никогда не будет проблем, что что-то не увиделось. Использовать JPEG. И, естественно, перед тем, как уходить из дома за покемонами, вы должны оставить в этом браузере открыто на переднем плане. Чтобы скриншот экрана всегда выдавал именно эту картинку. Итак, качаете приложение Mail.ru на телефон или любой другой облако. Заходите в нужную папку и смотрите. Вуаля, у вас каждые 30 секунд новые данные с покемонами на карте. То есть вы не обязательно привязаны к дому. Не обязательно сфотографировать этот экран, идти на улицу и ждать, чтобы они не пропали. Единственное, что вы не можете сразу делать, это узнавать, сколько времени еще осталось до покемонов. Но тогда хоть какой-то интерес остается, да, то есть вы не 100% берете всех покемонов. Вы просто имеете такой локатор. Ну, вот мои скриншоты, да, они у меня отображаются на телефоне точно так же. Правда, как видите, масштаб не позволяет прямо шикарно все это видеть. Оно немножко портится качество. Возможно, кто-то знает, как настроить стандартный масштаб Google Maps, чтобы он поближе. Поближе все-таки смотрел на это, было бы круто. Но даже без этого вполне себе все видно. Итак, я очень доволен, что у меня получилось все это настроить. Я очень рад, что могу с вами поделиться об этом. И вы тоже сможете так использовать. Да, это небольшое чительство, я уже говорил, но в данном случае оно все равно не дает полноценного преимущества в игре. Вы просто имеете шанс найти более редкого покемона и имеете шанс даже не гулять часами в одном месте, не найти ни одного покемона. Тут у вас есть большой шанс всегда быть при покемонах, скажем так. Так веселее играть, больше находится. Ну, я надеюсь, что вы будете более честно играть и не будете использовать эту вещь. А я буду. Я буду использовать. Может, не постоянно, но, по крайней мере, когда возле дома, когда буду проходиться гулять, буду всегда использовать. Вообще, я очень много начал ходить с этой программой. Я и так немало ходил, но теперь вообще бью все рекорды. Всем удачи, больше покемонов. До встречи.